Давайте попробуем разобраться. Во-первых, как вы оцениваете важность дела об убийстве Хангашвили? Потому что, знаете, про скрипалей говорили везде много, увлеченно, где-то с юмором даже, да, лица людей, которые, судя по всему, по крайней мере, как показывает ваше расследование, участвовали в этом, стали известны всему миру. А вот убийство Хангашвили какая-то тихая история. Почему так? В Германии она не тихая. Она тихая, скажем, для остальной Европы и для англоязычной прессы. Было довольно тихо. Действительно, это так. Но здесь нет такого, скажем, интересного момента, как там нет новичка, нет шпионов, которые, ну, там, под видом туристов. Ну, вот этого слегка комического элемента нет. Но здесь все очень-очень серьезно, потому что идет речь о реально состоявшемся убийстве на территории другого государства. Это то, что реально не случалось еще с 50-х лет прошлого века. То есть это то, что формально Германия называет нарушение суверенитета своей территории. Христо, простите, я все-таки уточню. А Израиль разве не прибегает к такой тактике? Ну, по крайней мере, в Европе не прибегало. Они это делали, может быть, там, в странах третьего мира. И, кроме того, когда прибегает, они даже этого потом не отрицают. Это правда, они признаются в этом. Они признаются. Так что здесь есть такой момент, что, с одной стороны, очень хочется, видимо, ну, Кремлю или властям признаться, потому что считают, что цель была легитимной и называют его там террористом, ну, наживают убитого террориста и так далее, и так далее. С другой стороны, очень яростно отрицается причастие. И получается такой разнобой. То есть либо вы считаете, что это было правильно, и вы это сделали, либо, ну, нельзя обвинять тех, которые нашли правду и рассказали правду. Так что вот такая странная ситуация. А можно, поскольку вы занимались этим расследованием плотно, можно, пожалуйста, вас попросить рассказать, во-первых, о самом Хангашвиле побольше? Он действительно террорист? Да, что это за человек? Он действительно ли террорист, как его называют? В чем его обвиняли? Ну, он был в списке, переданном ФСБ немецким службам где-то в 2012 году, и был там в списке примерно 19 человек, которые называются террористами. Определение террориста – это очень, ну, субъективное, как мы все знаем, для одной страны человек-герой, для другой террорист. То, что точно мы не видим, нигде не нашли подтверждение слов президента Путина и других там представителей ФСБ, что он был причастен к каким-то конкретным террористическим актам в мирном времени. Но то, что он участвовал во время войны, второй чеченской, на стороне, ну, сепаратистов – это точно. И то, что он потом участвовал в грузинской войне, ну, на стороне грузинов, потому что он грузин по паспорту – это тоже правда. Возможно, он участвовал и в, ну, отчасти в войне в Украине, когда он воевал на стороне, ну, батальонов этих добровольцев, не добровольцев, а батальонов, которые защищали территориальную целостность Украины. Так что причин достаточно, чтобы он был врагом страны, ну, государства России, есть. Но был ли он террорист, это мы, по крайней мере, не смогли доказать. А в каких именно терактах подозревает его, да, российская сторона? Ну, опять, это сложно сказать, потому что то, что мы можем прочесть, это тезисы, которые тролли под инструкциями пишут, да, и они пишут, что он был причастен к терактам в Беслане. Но это еще никто официально не говорит, там тезисы, которые спущены, эти темники, которые спущены троллом, что он был, готовил какой-то, какой-то из терактов в метро, это было уже на более высоком уровне пришло, там, кажется, даже президент Путин намекал на это. Но еще раз, если было бы такого, то они бы это сказали формально, официально на немецкой стороне, а только намеками, говорится. Поэтому сложно говорить. Христо, давайте просто теоретически предположим, почему вот российская сторона говорит, что это человек террорист, но не передает информацию о том, в каком именно теракте он участвовал. Может ли быть так, что они боятся эту информацию передавать, чтобы раскрыть источник, что таким образом они поставят еще чью-то жизнь опасности и так далее? Ну, они могли бы, по крайней мере, назвать конкретный теракт, в котором он обвиняется, чтобы он причастен, это не может никак выдаст, там, источников. Поэтому здесь очень мутно именно с этим. Ну, допустим, что он считается террористом по каким-то, ну, внутренним критериям, и что нельзя об этом говорить. Ну, дальше что? Вот действительно, давайте посмотрим, дальше что. Это просто любопытно, если, Даш, хорошо, вы сейчас говорите, допустим, террорист, а допустим, не террорист, тогда чем он мешал, собственно? Почему он такой, такая фигура, которую нужно было ликвидировать на территории другого, прямо скажем, не самого враждебного России европейского государства, можно сказать, одного из основных партнеров? Ну, знаете... Таким наглым образом, да, абсолютно. Вы просите ответов, которые у меня нет. То, что у меня есть, это тренд, это тренд, который мы доказали, что все люди из этого списка, который был передан в 2012 году, они один после другого бывают убитыми. И они ликвидируются не какими-то чеченскими группами там смерти, не представителями Кадырова, хотя есть очень плотная попытка представить это миру, как будто это внутри чеченская какая-то там чистка. Нет, здесь идет речь о группе убийц, которые работают на ФСБ, которые, кажется, четверо таких чеченск уже убили в Турции и одного, как минимум одного в Европе, в Германии. Мы видим, что это люди, которые путешествуют по миру под фальшивыми паспортами, как и Боширов и Петров, но уже с другой серией номеров, которые принадлежат именно ФСБ. И почему-то они зачищают этих людей с этого списка. Мы не ставили себе задачу понять почему. Вот мы ограничили свой мандат до того, кто это делал, и потом нашли, что не только они это делали, а потом распространяли фейки, включая через, ну, хорошие представители российской прессы, которые просто, скорее всего, были подведены, что это именно другие чеченцы убивают. Вот есть очень интересный такой пример в убийстве, которое было, кажется, в 16-м году в Стамбуле. Там арестовали турки двоих из участников убийства, показали их лица по телевидению, потом через несколько месяцев их обменяли с России, то есть их выпустили. Но все это время появилась новость в российской прессе, в одной газете, которая имеет хорошие связи с ФСБ, что вот этот один из них, это какой-то чеченский серийный убийца, валид какой-то, валидол его, помню, что было прозвище. И вот он сделал это. И все поверили этой версии. Даже французское государство, которое искало по другой теме этого валидола, они стали обращаться к турецкому правительству, передайте нам этого человека для допроса. Это никакой не валидол. Это мы доказали, что реально представитель секретного предоставления в МПО. Давайте попробуем тогда понять, а как Сангашвили оказался в Германии? Если он гражданин Грузии, и получается, в 2008 году он за Грузию воевал в этой войне, как он потом оказался в Германии? В Грузии была попытка убить его, это было в 2015 году. И грузинское правительство, которое на тот момент, ну, уже это было после Сангашвили, Сангашвили, и было не совсем в его глазах, ну, не помогало следствию, не помогало его защищать, то он просто с семьей решил покинуть. И сначала поехал в Польшу, и реально после Польши поехал в Германию и просил политического убежища. Германия ему не дала политического убежища. Один раз отказала. То есть в тот момент, в который он был застрелен, он ожидал там рассмотрения апелляции по своей просьбе. То есть он еще не получил политического убежища в тот момент? Нет. Известно, конечно, еще другие темники, что да, Германия полностью там выступила за террориста. Нет, Германия даже ему не дала это убежище. Она пыталась разобраться. Тогда давайте ко второму человеку перейдем, который получил пожизненный срок за убийство, Вадим Красиков. Что известно о нем? Ну, сначала было известно то, что это человек с фальшивым паспортом, называл себя Вадимом Соколовым, 50 лет, говорил, что ему 50 лет, и что он, ну, строительный инженер. Мы очень быстро доказали, что такого человека вообще в мире нету, никогда не существовал. Он был придуман там 2-3 месяца до этой поездки в Берлин. Ну, по поездке, это человек, который вылетел сначала в Париж, кажется, 16 и 17 августа 2019 года. Там прошелся по городу, сфоткался там перед, ну, всеми там известными местами в Париже. Потом поехал в Польшу. Там, что интересно, он попросил посмотреть там на все шпилы, шпилы, там дворцы, которые были рядом с Варшавой. Неровно не дышит к шпилям, да. Да, нанял себя хорошего гида, который потом все рассказал нам. И дальше он поехал в Берлин. Приехал где-то за несколько часов до этого преступления. И вот утром, это была пятница, 23-го, кажется, может быть, я уже путаю конкретную дату августа, он подошел к Хангашвили, который был в парке, там, Клайни-Тегратен парке. Он, Хангашвили, подходил тогда к какому-то ресторану, в котором была у него встреча, выстрелил один раз, два раза сзади, прямо на велосипеде. Это очень важно сказать, потому что это совпадает с другими случаями. То есть убийца была на велосипеде. И это говорит о подготовке огневой очень хорошей. Да, да, да. И он подъехал на велосипеде, стрелял два раза, потом спустился с велосипеда, когда человек уже был на земле, и выстрелил еще раз контрольно в тыл его, да. Потом спокойно пошел на велосипеде дальше, поехал. И где-то 300 метров позже он стал уже сбрасывать с себя все улики. То есть он выбросил велосипед в реку, выбросил пистолет и все остальное, там гильзы, которые собрал, тоже в реку. Шпрей называется, это маленькая речка. И потом пошел в кусты и стал переодеваться. Он добрился там даже в кусты. И одел уже не спортивные одежды, которые были раньше, а такой туристический типичный аутфит. Здесь случилось так, что какие-то два подростки немецкие увидели этот странный момент. Именно момент того, что выбросил он в речку, и что потом стал в кустах переодеваться. И сразу позвонили полиции, сказали, мы видим что-то странное. Вот Германия такая. Это молодые люди, 15-16 лет, они взяли на себя этот риск и рассказали все. Надеюсь, их имена и фамилии нигде не звучат. Нет, не звучат, но это реально смелые парни. И если бы не было этого звонка, то ничего дальше, ни нашего расследования, ни того, что мы нашли, никогда бы не случилось. Потому что именно благодаря этим звонкам, звонкам где-то 10 минут позже, не доходя до того скутера, как самокат называется электрический, потому что он был припаркован где-то, в общем, такой самокат адаптирован без максимальной скорости. Знаете, что обычно 25 километров, этот мог быть до 40 километров, но он не смог просто взять этот самокат и его арестовали. Так что вот, а дальше история... Как устанавливали потом его личность? Потому что, ну вот, какой-то человек с паспортом говорит инженер, и что? Как он стал Вадимом Красиковым, да, в какой-то момент. Да, это отняло довольно долго, это примерно два месяца мы искали его настоящую личность. Ну, очень длинной истории, нет у нас времени, я расскажу чуть-чуть сокращенную версию, что обычно мы знали из-за Гарушных, там, Буширова и Петров, как они создают себе фальшивую личность. Обычно там берут первое имя и даже иногда отчество из настоящего. Обычно берут тот же самый день рождения. Иногда, когда надо очень законспирированно быть, они берут чуть-чуть измененный день рождения, но всегда в том же зодиальном зодиаке. Это, скорее всего, потому что... А почему? Потому что, оказывается, это один из вопросов, на который проверяется инстинктивный ответ. То есть, если ты не можешь сразу сказать, какой у тебя зодиак, то, значит, все-таки, если ты задумаешься, значит... Так что вот такая оперативная штука, которую мы узнали. Так что вот, мы пробовали этими способами найти настоящего человека, но никто не подходил. Плюс один, плюс два года там к рождению мы добавляли и почти отказались. Когда мы решили расширить этот круг, плюс три, плюс четыре года именно, плюс пять года, плюс пять, это уже никогда мы не видели такую разницу между настоящими. Ешь, подумал, плюс двенадцать по восточному календарю тоже, чтобы по гороскопу совпадало. Мы нашли вот в оффлайновских базах, ну, в московской там Лариксе есть такая база, мы нашли человека, который был обвинен в том, что в тринадцатом году на велосипеде застрелил бизнесмена из Нальчика в Москве. И потом на велосипеде он сбежал с места преступления. Вот подумали, вот интересно, тоже Вадим, ну, другая там фамилия, отчество, ну, тоже самый зодиакальный знак. И стали искать фотку этого Вадима. Это было, кстати, очень такое интересное видео самого убийства, оно было запечатано на камере, и Live News тогда это, ну, показало. Можно до сих пор найти это видео из камер наблюдения. Ну, вот видите, Арам Ашоточ как в этом смысле. Помог, очень помог, да. Очень помог, потому что на этом видео видно, видно реально этого, этот человек, который в Берлине потом убил. Но найти фотографию было очень сложно, потому что все было стерто именно в базах данных по этому Вадиму Красикову. И это нам дал еще дополнительную уверенность в себя, что мы знаем уже, кого ищем. В итоге мы смогли найти какую-то старую фотку и доказали, что это он. А дальше уже самое интересное было вот этот он, этот Красиков, чем занимался в последние годы, и где он был за несколько недель до самого путешествия, которое закончило убийством. Он был на базах ФСБ, включая на очень закрытой базе в Балашихе, где обучаются люди в стрельбе в экстремальных условиях, например, с велосипедом. Да, так что вот. Потрясающая история детективная, конечно. Но, Христо, давайте скажем честно. Я думаю, что многие наши слушатели сейчас подумали, но он же воюет на стороне добра, он же против терроризма, он, по крайней мере, наверняка точно в это верит. Он хороший персонаж или нет? Ну, этот персонаж еще убил одного бизнесмена в 2013 году, еще участвовал в убийстве совершенно невиновного ни в чем этнического россияна в 2008 году. Это то, что мы тоже обнаружили в Карелии, в республике Карелии. Поэтому, видимо, он вообще не задумывается, кого убивает. Он получает инструкции от своих кураторов и это делает. Поэтому он не может быть хорошим человеком априори. Тогда по-другому поставлю вопрос. Он, по крайней мере, убил человека, которого Россия с самого начала объявила всем странам. Мы считаем этих людей террористами. Отдайте нам их по-хорошему или. И вот случилось это или. По опыту, как обычно страны потом ведут себя с такими представителями специальных служб? Его обменяют? Нет. Что с ним будет? Неужели он, правда, отсидит этот пожизненный срок? Знаете, во-первых, это беспрецедентно. Этот казус беспрецедентно. По крайней мере, в Западной Европе и в Германии. Поэтому нельзя сказать, что вот есть практика установленная. Наш анализ это то, что для Германии это является таким шоком, политическим тоже, что никто, ну, точно нынешнее правительство, но я не могу себе представить правительство, которое возьмет на себя риск, политический риск освободить и обменять этого человека, который впервые в современной истории Германии нарушил суверенитет. Это, ну, и просто вторгался с оружием на территории Германии и стреляло по человеку, который там вне судебного производства был убит. И могли быть и другие жертвы, как случилось, кстати, в Англии с этим Дон Стерджис, который умерла, хотя она была не целью. Это слишком опасно для общества, не только для конкретного человека. позволить и не дать сигнал, что это больше не может быть. Поэтому обмена никакого не может быть, он будет, ну, пожизненно сидеть. Здесь другой вопрос, что с его семьей, которые спрятали ФСБ в Крыму сейчас, его жену и его дочку, то есть они... Что с ними? Они получат ли какую-то поддержку у государства или... Ну да, потому что он ведь все-таки выполнял, судя по всему, задание какое-то. Но вы утверждаете, и немецкий суд утверждает, что это было задание государства. Российская Федерация это отрицает. Хорошо ли это? Плохо, правильная тактика, неправильная. Но российское государство это отрицает. Тем не менее, мы знаем случаи Скрипалей, мы знаем случаи в Турции, которые вот тоже недавно были довольно громкими. Мы знаем этот случай. На ваш взгляд, то, что все это становится известно, остановит Российскую Федерацию от таких методов дальше, заставит пересмотреть свою тактику с людьми, которых она считает террористами и предателями, или нет? Сложно сказать, потому что есть два возможных вариантов развития. С одной стороны, именно то, что есть какая-то конспирология, которая бродит по коридорам Кремля, что Запад, он все-таки, он нам намегает. Он там, ну, понимает нас, и из экономических интересов никогда ничего не сделает. Ни по МН17, ни по Скрипалям, ни по этому отделу. А вот сейчас конкретно сигнал, что нет, мы будем делать. Мы обвиняем конкретно государство. Кстати, вот выслали двух дипломатов, но это только начало. Сейчас будут другие, более серьезные санкции. Возможно, это коснется и очень жизненно важного для России проекта, как Северный поток-2. Поэтому вот эти сигналы, они становятся все жестче и жестче, все более очевидны, чем раньше. С другой стороны, это имеет риск, что толкнет Кремль, ну, вообще признаться, да, мы плохой герой в этом фильме. Мы этот виллэн, то, что называется, индофилм. И тогда, когда государство лишается полностью репутационной цены, ну, это уже Северная Корея, понимаете? Когда они ни перед чем не становятся. Так что вот очень интересно, что выиграет в этом. Спасибо большое. Да, у нас, к сожалению, время закончилось. Это был Христо Грозев, руководитель отдела расследования издания «Беллинкэт», который российские власти считают иностранным агентом. Спасибо. Христо, а можно вот у нас еще две минуты на YouTube? YouTube, знаете, что вы в самом начале сказали, что вот нет такого резонанса в Европе, да, по поводу этого убийства, потому что нет вот какой-то комичности такой. Вам не кажется, что это какой-то сигнал нашим властям, что вот можно просто застрелить человека в другом государстве, и это все равно не вызывает такого резонанса? То есть такие методы более рабочие, чем вот эта вот конспирология? Ну... Хотя это просто, ну это же просто застрелили человека. Я не думаю, не думаю, что именно из-за этих новых санкций, которые сейчас будут. Понимаете, да, это не получило такого ажиотажа в обществе, но сейчас будут очень серьезные санкции, на которые не рассчитывал Кремль. Ну, понимаете, это тоже, то, что случилось там, это, представьте себе, если там американский спецназ под видом туриста... С Новдена приедет. ...застрелила с Новдена, да. Абсолютно такая же ситуация, да. Поэтому... Да, это как раз меня и поражает, что вот это вот... Такое убийство теперь может произойти в любой европейской стране, и что они будут... Ну, ты понимаешь, в глазах, мне кажется, вот многих людей это скорее говорит плохо о тех, кто не смог обеспечить безопасность того, кого приютил. Это правда. А не те, кто убил, понимаешь? Нет, безусловно, безусловно. Просто когда присутствует какая-то конспирология, да, мы... То есть мы можем говорить, да, что есть факт отравления, да, но это не доказано... Это все равно не так, как вот вам убийство, пожалуйста, прямое убийство, есть фотографии человека. Да, Христо, а скажите, вот все-таки, на каком уровне принимаются такие решения, на ваш взгляд? Вот понятно, что вы этого не можете знать, но вот судя по тому, что вы думаете... Ну, аналитически можно заключить, что нельзя без одобрения первого лица, потому что политическую цену по-любому платит первое лицо, да. То есть если было бы там одноразовое такое отклонение от такого правила, то все эти, которые принимают решение за, ну, там, за... Ну, по крайней мере, патрушево, они были бы давно там ликвидированы, да, потому что они берутся за то, что кто-то другой будет... То есть даже если это без его ведома, как только становится известно, он должен вмешаться. Если он не вмешивается, значит, он это одобряет. Это одобряет, ну, понятно.